всем привет я на канале сестры цветели я света а меня зовут кристина и две сестры мы сведем блог по похудению немного мы уже похудели и худеем дальше что-то как и обещать сегодня мукбанк будем вместе с вами завтра на улице у нас гололедица мы шли сюда как пингвинчики света меня не узнала я поднимаюсь в горку и спаливающим до головы и стоит девушка и как поворачивается и я только не девушка ты сказала какая-то старая кошелка на всю улицу это ты айси при игре чем другая женщина была я просто капюшон еще так замотала и держала под голову просто да вот так вот не ходит обычно на меню я флюс боялась простудить девочки у меня снова опять этот флюс надулся не тот зуб чинят восьмерку он мне вчера как перед тем как еще чинить сказал мой врач кристина у вас такая интересная чувствительность что вы в начале долго долго ничего не чувствуете когда у вас зубы болят видимо у вас чувствительность но такая пониженная но зато потом он так у вас разболится что мы не можем вам обезболивающе нормально вколоть что это всю ночь вообще не спала ни одной минуты ни одного часа я даже не ложилась потому что не могла просто спать нет так болел зубы ему всем уходится второй смены работать ему мне сказал пишите себе плохо ему всем утра написал вот у меня сейчас ответил в девять часов что приходите в полу третьего упал второго будем что-то придумывать если десна там опухла внутри все будет удивительно должно было быть уже все на спад мы такое серьезное лекарство положили все обработали все везде там сделано так же и так антибиотик пьешь помимо этого лекарства я говорю давайте может его вырвем уже эту восьмерку зачем она мне нужна чтобы такую боль создавалась будем думать что будем решать что делать ну вот пойду сегодня пол третьего работник наша яночка заболела прямо на пасть какая-то сегодня у нас ты тут светик тоже что-то не спал я всю ночь не спала но не дыбуй наверное этой ночью так хочу спать действительно кофе лошадиного дозу будут пить нельзя сердце может не выдержать и что будет тогда потнемся вместе замечательно я попробовала все виды обезболивающих но ни один не подействует не подействует пока ты проблемы не уберешь ну да не пока этот заявку не сделали разрез на флюсе у меня бы не отпустила тоже тоннами пилает все эти буквально иди делай что-нибудь уже гардеробщица здороваться разговаривать мы с ней на все темы разговариваем там с другой просто гардеробщица с уборщицей со всеми тот там работает они там чаще чем уйти регистратуре врачи чаще у них хоть посменно ты только же день еще не по-разному то бывало сразу же парадонтолога потом хирург а сразу терапевта ну нам же пишут у вас зубы как у акулы не девочки мы просто наконец таких решили вылечить до конца и вставлять все мосты и все остальное это я все это еще вставлять ничего не надо и я их все вылечила четыре или пять месяцев назад полностью сейчас то один привет передает зуб то второй уже полечены это на те которые не давали гарантии предлагали вырвать все это же сохраняет их все так у нас много очень тем что я вообще не смогу есть потому что я даже глотали и у меня болит зуб девочки и уж извините не замуж это когда не проглочу поздно вечером но я не похудею девочки сейчас мне все напишут тебя будет такой хороший ответ девочки не будет потому что вечером буду тогда есть у нас очень много подписчиков девчата наш ролик как убрать жирный живот по гимнастике бубновского начали опять крутить youtube удивительным образом и еще один ролик который вообще раньше никому не нужен был как мы пьем горячую воду это мы первым полгода еще со светой снимались полтора года назад почему-то начали выкрутить и много там тоже подписчиков появилось и советов может лучше жрать поменьше чем пихать себя в воду это много всяких ну всего там я поудаляла штук 5 а да да этим двум коровам ничего больше не поможет а там много таких было комментариев видите девочки нет совершенно не спорить настроение потому что ну и вы помните я же говорила что надо что-то так вот прямо вот так и свернуться чтобы обидно было вот вот прямо прямо совсем ну там для меня а женщине в голубой футболке даже это не помогает это ты в голубой футболке мне какая-то девочка там написала ну и помнишь попросили меня мне придумать кличку она там придумала гадость какой-то и я заскрешотила но я сейчас не найду не столько скрешотов тети моти вы классный пример для рыхлых и аптечных бабулек лечь и делать долой трёп что-то новенькое для аптечных бабулек и рыхлых посмотрела пьяно эту девушку другой парень красивую молодую красивую геннадий пишет главное каждый день делать понемногу удалось сиденье на диване у зомбоящика он враг здоровья и сну они досок недосып это ожирение вот какой молодец геннадий геннадий спасибо за комментарий полностью да это все а и что у вас за разборки с хейтерами а ну-ка мы с ими разберемся девочки а вот тут спрашивают девочки вы из какого города когда вы начали худеть это снова подписчики спрашивают и как решились на это и что этому поспособствовал ну вот цветочка главный вопрос опять начали люди задавать а я задумалась о фасольке девочки я очень долго варила фасоль что мы едим на видео снимала фасоль стаучковая и белая обычная белую фасоль я варила наверное очень долго часа три на медленном огне и в пачках купила вот это вот фасоль я в пачках делала но это уже она в пачках какая-то жесткая и все варить на стали продавать жесткого я и все он удоваривала вместе с этой очень вкусно получилось все мягонькая такая вкусно нежная поеду линка какая-то вот а я пока держусь из последних сил я вообще квашня а ты сейчас говоришь а я засыпаю сыр брынза брынза или на сцены смотришь а причем из цены ну что название ладно не поводку мы всегда с ней про это конечно смотрю я тебе богатенький буратино конечно смотрю девочки мы живем городе езки краснодарский край мы две родные сестры у нас один и тот же мама и папа они те же два человека просто у нас время спрашивают мы разные сестры или там парни написали это как мы братья также не сестры вот типа брат-брат девочки мальчики мы две родные девчата а город есть находится в краснодарском крае мы живем на зовском море город находится как будто бы на полуострове сейчас очень сильные ветра сейчас голодит там такая погодка просто вообще просто ужас какой-то хоть и минус 2 сейчас нам напишут все время каждый день пишут ой вам был наших 30 минус 30 девчата нам тоже не говорю что вам там хорошо мы не снова не холодно мы не кластвуемся что у нас плохо у нас не примедняем любой уголок заедет страны хоррор можно снимать и по внешнему виду по холоду и вообще как люди живут тут можно очень длинный сериал ужасов снимать фильмов ужасов снимают любые при холосе встречают медведи женщина на хороших улицах все хорошо красиво и плиточка положено зайдите просто вот параллельно улица идет у нас дома только вот дорожку сделали это мне кажется перед новым годом ее сделали потому что у нас таксисты все удивляются как будто бы администрации надо было читаться они взяли и ляпнули прямо вот 10 домов всего лишь дорога новая кусок а дальше идет октябрьская улица там катакомбы там катакомбы а я в детский сад я наводила вот до детского сада вот есть асфальт с другой стороны асфальта нет ну там приехал какой-то депутат повыпидриваться чтобы за него голосовали и одна мамашка молодец такая да вы хоть эту дорожку доделайте дал и вот только потому что подняли это всем этим детским садом и для пантов что он приехал надо что-то он сделал туда ложку вот мы пройти так что а и сколько нам лет они же еще спрашивают мы не будет вот вот на новый год 30 декабря 42 светочки будет так девочка напишет живот на тонких ножичках это про меня это я тогда говорила про себя но ни за что под нос под нож не лягу лучше рот на замок закрою что живот не буду убирать это что тогда разговаривали как раз про живот девчата если бы у меня была такая возможность я был бы с удовольствием бы обрезал этот живот сделала бы эту репассацию на животе потому что самое ужасное что портит моей фигуре это отсутствие полное отсутствие талия и большой живот который выбирает вперед что ты с ним только не делай блин и он у меня уходит только когда я становлюсь меньше почти 60 килограмм он становится весь меньше меньше а потом остаются общие тонкие ноги тонкие руки уже нормальная круглая лицо у меня всегда такое уже скуласта но не круглая становится скулы широкие вот но при этом остается живот живот грудь ну все это знают мы всю жизнь уже не такого размер поменьше но он еще есть но это все есть даже в желтом купальнике ты была худющая молодая 60 килограмм талия животиком была это ужас какой-то я бы эту перекроила полностью фигуру чтобы сделать вот эту талью ну это да а то сейчас напишет у меня того нет у меня того я ты не жалусь я просто девочки сказала чтобы я хотела до фигуру но это бы конечно все сделать еще было в 20 лет но тогда в 20 лет нормально было как ноги не горели так ходила бы в тренажерный зал девочки я смотрела миллион таких фигур они в тренажерном зале ходят и я когда худею у меня пропадает практически полностью задница когда сильно худая становлюсь у меня от нее вообще ничего не остается очень худые ноги прямо кости видны помнишь даже у нас наташка на рынке с нами торговала мы лет кристина ты так похудела это это похудела до шестидесяти пяти килограмм у тебя ноги как палки стали прямо вот как палки и и ключи и вот это накануна колени то вот эта чашечка а что главная голова большая большая грудь а ноги уже вот такие вот с дырой между ног но это же ужас что это за фигура не нравится мне это телосложение что поделать да нет я с этим уже давно смирилась просто тут говорили если бы у меня был такой выбор и мне сказали вы бесплатно пойдете делать ну как тут сказали ну и за какие деньги не пойду делать только рот назову боюсь если бы не сказали бесплатно у хорошего хирурга вот такая вот такая возможность есть у вас я бы сказал конечно прямо сегодня делать ну вот этот убрать живот и сделать это вот ловушки убрать на животе чтобы туда диастаз не расходился мышцы эти не уходили на животе стрии не появлялись чтобы просто в живот и даже не жалела я бы с удовольствием это сделала с удовольствием и мне все равно кто бы мне подружки танчат у меня вообще всегда было все равно что мне говорят люди я бы никого бы вообще слушать не пошла я бы так вот побежала бы волосы назад были написала на девочка капусту чередуйте квашеную свежую морковку нужно пожевать вечером за место ужина там девочки подписывали что у нас что мне не помогает этого ничего девчата ну как бы вот нас наверно может быть не понимают люди которые у которых нету компульсивного переедания и что это что это довольно таки серьезная проблема компульсивное переедание кто-то кто стройный ну вот мы тут была перебраночка у нас девочка помните мы хейтером отвечали а вот девушки даже нету лишнего веса даже проблем нету с весом она даже и не понимает мы ничего не ни к чему и не пришли в итоге в итоге мы а потом это выяснилось что это начинающий блогер у нее там 2000 подписчиков она таким образом видимо хотела пропиариться чтобы на ее канал переходили я естественно сразу же удалила потому что она благодаря как бы скандальчик у хотела чтобы у нее поднялся рейтинг на на канале вот мы девчата других блогеров которые пытаются себе там переманивать людей мы пытаемся удалять когда видим что такое бесплатно дамальных девчат просто так по рекламу да чем пиар какой-то вот чем скандалами пиар и вот эти вот делать на себя одеяло тянут да 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 вот блин путаются мысли девочки ночью спала мы куча таблеток еще в голове путаются мысли что капустивное передание это тогда как раз когда ты не можешь себя держать в руках и что ты чуть-чуть если не поел то будет обжорство приступ обжорство что ты будешь есть очень быстро и не можешь остановиться тот кто знает может нас поддержать в этом плане в рассказе вот очень много у нас именно с комплексивным перееданием на нашем канале мы и эту проблему хотим вылечить эту самую главную проблему переедания а не то чтобы там вот эту морковку по вечерам как бы есть надо понимаете если я поем морковку я зато 12 часов буду есть хотеть и я все равно сорвусь и наемся очень много лучше в 7 часов поем какой-то горячей пищи солененькой не сладкая как бы солененькой ну тоже там стучку фасоль там с курицей грудкой да например куда даже запеченную рыбу любое мясо любое можно есть мясо с овощами и хоть с чем свинину порежем ну понятно мы свинину даже не пока вообще не бывает да вот а еще девушка одна писала тоже девчата у кого лишнее у кого лишний вес вам нужно провериться на на храп на ап на вот это вот потому что из-за него может быть остановка дыхание ночью вы поэтому не высыпайтесь и это еще опять круг делает круговой вот так вот круг одно от другого ты не высыпаешься толстеешь а ты толстый поэтому храпишь по кругу эта штука ходит тоже вы понимаете когда человек полный у него начинается комплекс этих заболеваний ну начиная вот от этого также повышенный сахар там много же всяких всего девчата что-то у нас сегодня какую-то худые тоже хотят те кто на спине только засыпают все храп обеспечить худой ты не худой бен толстый толстых понятно что больше но если ты ляжешь на спине спать то храп обеспечить ну вот этот храп он вообще наверно у людей у всех после 30 лет начинается почти все что-то же расхлябывается там от чего храп начинает вот но полный все сто процентов храпят все 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 у кого вес приблизительно около ста килограмм они храпят сто процентов все и поэтому плохо высыпаются как бы и считается что а ты плохо высыпаешься ты опять то еще толстеешь ну все одно за другим идет как бы вот это вот ой спасибо хорошо это вкусно поела сама я принесла сама ровно так пополам дайте вот так девочка это твое все ты дина ровно пополам мы же так привыкли всю жизнь ну да помнишь мы даже с тобой если ложились вдруг спать на один диван так диван это твоя половина дивана это моя хотя мне никогда не мешало что на руки с ногами на меня ложила но она не любит когда я ложу на нее руки с ногами да я не ложу ни на кого ноги с руками я потом у нас кровати не было и спала с наташкой на одном диване она просто худенькая маленькая там если на нее положить мало у нас дивана укус ногой я бою оставила ему вот на такой кроватке привыкли как столбиком спать так что я отвыкла после этого кислородская жизнь это детская жизнь очень весело весело это на 8 марта муки кустомате помнишь на одну банку нам хватило денег отмечали девочки знаете это как получается вот родители приедут например выходной привезу тебе целый этот багажник машины еды закруток закаток мясо куча куча и не только на вот наташке тоже также целый багажник там и домашние сыры и сметанка домашние там все это курица домашние и так всем девочкам и естественно начинается гайгуль приходит тебе куча гостей куча пацанов с этого же общежития откуда-то все это сжирается за два-три дня они тебе ходят гости каждый день они-то голодные большие воруют если например если научи где-то кухни приготовишь они тебя борщ прямо с кастрюли своруют это мне даже маша рассказала на вот только недавно жила когда в этой что целиком она говорит я суп доваривала вы вернулась на кухню целиком с кастрюлей суп своровали а потом кастрюлю вернули помытую кастрюлю вернули и перед этим дверью поставили но им же надо чтобы она опять сварила им же внутренность нужна я че варила как будто там же картошка была еще жесткая пофигу они доказут утащить кастрюлю с борщом и есть кастрюлю горячую кастрюлю которая стояла на кипятке то что надо было сразу же с полотенцем это надо было задумать выглядывать что она готовит его так они есть сколько хотя дней конечно они это все же продумали побег это да вы поражали мне даже на мгновение забыл забыла про зуб видите смех как это продлевает жизнь это мы вас любим целуем и завтра увидимся в следующем ролике расскажем как у нас там будет дальше дела обстоять вам всем хорошего дня как всегда пишите спрашивайте какие-то личные вопросы мне если что хотите всего хорошего чмоки чмоки пока пока 12 декабря 19 шагов